Согласно отчёту правительства, экономика вышла на траекторию устойчивого роста, но мы считаем, что рост ВВП на 3,3% является всего лишь базовым показателем прогноза социально-экономического развития, который не ощущается на благополучии простых людей. Важными и более информативными индикаторами являются реальные доходы населения, состояние несырьевого сектора, образования и научно-технологической сферы. Особо хотим отметить проблему безработицы в Казахстане. Показатель, который держит в диапазоне 4-6%, в сравнении с данными прошлого года, не изменился. Поэтому подходы к борьбе с безработиством должны быть правительственно пересмотрены и применяться более эффективные меры, чтобы в следующем отчёте наблюдалась ощутимая позитивная динамика, а равна улучшение позиций на рынке труда. Социальные трансферты по итогам 2022 года составляют 31% к трудовым доходам, что свидетельствует о высокой степени зависимости населения от социальной поддержки государства. На фоне низких социальных показателей, рост доходов большинства наших граждан отстаёт от реальной стоимости жизни, углубляется материальное расстояние общества, сокращается трудовая занятость. Немаловажной проблемой является рост закредитованности населения, не связанных с предпринимательством. В 2022 году кредиты в денежном выражении составляли 13,2 триллиона тенге, что свидетельствует о сохранении потребительской, а не сберегательной модели поведения и снижении плодишевословности населения. Возникает вопрос о необходимости принятия срочных дополнительных мер по снижению государственной и кредитной зависимости. Мы страна с большим экономическим потенциалом и трудовым народом. Однако положение человека труда при этом находится в режиме выживания. Половина трудоспособного населения занята в межсезонных или на временных работах, живя на случайные заработки. В целом правительству необходимо кардинально пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны, усилить меры, способствующие реальному росту социального благополучия казахстанца и повышению экономического источенности страны. Сегодня мы наблюдаем фактическое снижение благосостояния наших граждан. Самый тревожный показатель, когда почти 50% доходов казахстанских семей расходуются на продукты. С учетом высоких темпов продовольственной инфляции можно прогнозировать, что граждане Казахстана будут все больше тратить на продукты и экономить на отдыхе, здоровье и образовании. Несмотря на это, бюджет выстраивался с постоянным ростом статей, не влияющих прямо на повышение уровней жизни, модернизацию отечественной промышленности, раскрытие научно-технологического потенциала. Анализ реализации принятых национальных проектов показал, что вопрос о необходимости принципиального пересмотра механизма их подготовки, оценки и подведения итогов реализации, о которых мы постоянно говорим, так и не решен. Еще раз отмечаем, что приоритетными должны быть не механическое освоение бюджетных средств и число проведенных мероприятий, а качественные изменения в отраслях экономики и повышение уровня жизни граждан. Фактически не достигнуты задачи, поставленные главой государства по переходу на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В бюджете на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства было предусмотрено 40 миллиардов тенге для микроаккредитования сельских жителей, реализующих или планирующих реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах. Из них освоено 32,1 миллиард тенге, что составляет 83% в общем. На повышение предпринимательской активности направлено почти 60 миллиардов тенге, в рамках которых в отчете запланированные показатели отражены как достигнутые, при этом имеет место неисполнение плановых значений, что свидетельствует о некачественном планировании. Например, в 2022 году на реализацию мероприятий в рамках проекта «Боставый бизнес» не выделялись средства, не выполнен план обучения безработных на рабочем месте у работодателей. Проект «Серебряный возраст» для трудосорудования лиц предпринимательского возраста не набрал плановое количество заявок. Пора уже отказаться от чисто механических подходов к определению необходимой доли государственного участия в экономике. Принцип гильотины и другие инструменты с красивыми названиями на практике не работают. Следует пересмотреть систему управления, начав с эффективности руководящего состава. На сегодня этот институт практически не несет никакой ответственности за эффективность работы нацкомпании и даже за их колоссальные убытки. Назначение в составе Совета директоров высокопоставленных госслужащих, тяжеловесов так называемых, не приносит всеми ожидаемой пользы. С учетом изложенного, надеемся, что правительство не только обратит внимание на наши замечания, но и примет их как руководство к действию в интересах страны и народа. Поэтому этот отчет правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2022 год с учетом заключения высшей аудиторской палаты считаем возможным одобрить и принимать это как аванс на будущее.